Я дам слово представителям Федерации России. Мы привержены работе по этим приоритетам. Еще одна тема, которую предложили сегодня обсудить наши нигерские коллеги – возможная взаимосвязь терроризма и изменение климата с вопросами безопасности и роль Совета безопасности ООН в данном контексте. Сначала об изменении климата – проблеме, которая для нас занимает огромное место как в национальном контексте, так и в международном сотрудничестве. По нашим подсчетам, климат в России меняется в 2,5 раза быстрее среднемировых показателей. Одновременно мы наблюдаем все более разрушительные природные явления. Необходимость сокращения выброса парниковых газов и адаптации к негативным проявлениям изменения климата для нас очевидна. 29 октября этого года распоряжением правительства Российской Федерации утверждена стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, которая в частности предусматривает цель достижения баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года. Именно в духе таких подходов российская делегация приняла активное участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго в ноябре и содействовала выходу на консенсус. Полагаем, что добиться успеха в Глазго позволил баланс между интересами климата, охраной окружающей среды и социально-экономическими интересами стран, которые находятся на разных уровнях развития и, соответственно, уязвимости. Помощь в усилении защищенности стран от последствий изменения климата и стихийных бедствий – важнейший элемент национальных усилий и международного глобального взаимодействия, прежде всего в рамках системы развития ООН. При этом у данной повестки множество подтем от подъема уровня моря, применительных ситуаций со странными государствами, до процесса опустынивания в странах африканского континента, что требует разных рецептов помощи уязвимым заинтересованным государствам. Нет разногласий и в том, что такой же глобальный характер должно носить сотрудничество, нацеленное на борьбу с международным терроризмом. Считаем, что для определения угроз и проблем государств-членов успешно действует мониторинг контртеррористической деятельности под эгидой контртеррористического комитета Совета безопасности ООН, который с помощью своего исполнительного директората готовит отчеты о выполнении государствами профильных контртеррористических резолюций, в частности 1373 и 1624. Данный механизм работы справляется со своими задачами даже в условиях пандемии. На основе полученных оценок государством может быть оказано техническое содействие со стороны специализированных ООНских структур, таких как управление по контртерроризму или по наркотикам и преступности. При этом подчеркиваем, что такая помощь должна осуществляться по запросу местных властей и с учетом страновой и региональной специфики. А специфики много. Так, несмотря на активную борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке, продолжается расползание террористической угрозы из регионов Ближнего Востока и Северной Африки в соседние страны региона, прежде всего вглубь Африки. Причины – проблемы погранбезопасности с учетом пористости границ, тяжелые социально-экономические условия, усугубленные последствиями COVID-19, слабость центральных властей и властей на местах. Террористы умело пользуются этим, расширяя терпропаганду и вербуя новых адептов из числа недовольного населения, прежде всего молодежи. Нет разногласий и по поводу того, к примеру, что в регионе Сахеля огромное множество факторов сплелось в один сложный узел. Это и проблемы крайней нищеты, и дефициты рабочих мест, рост населения, опустынивание, стихийные бедствия, миграция, внутренние конфликты, распространение террористической деятельности. И текущая ситуация с распространением коронавируса также осложняет решение проблемы. Возникает совершенно законный вопрос, что для решения этих проблем должна делать ООН и ее Совет Безопасности. Приходится констатировать, что наш подход отличается от мнения ряда наших коллег по Совету Безопасности. Прежде всего, мы убеждены в необходимости смотреть на каждую страну или регион индивидуально и неразрывно с другими, зачастую более значимыми факторами, порождающими социально-экономическую и политическую нестабильность. Включая внешнее давление на государство или, напротив, недостаточную помощь извне, при слабой внутренней способности госинститутов справляться с состоящими перед ними задачами. Генерические подходы введения автоматизма для причинно-следственной связи уведут Совет Безопасности по ложному пути от решения проблем. Убеждены, что каждый из перечисленных негативных факторов должен анализироваться и преодолеваться с согласием национальных правительств стран-реципиентов и с применением специфического экспертного потенциала и инструментария, имеющего все ООН, опять же, без создания генерических матриц. Мы отстаивали и будем отстаивать тезис о необходимости эффективного разделения труда в системе ООН. Заталкивание климатического мониторинга в мандаты операции по поддержанию мира и спецполитмиссии в отрыве от фундаментальной научной работы – пагубная политизация климатической повестки, уход от объединительного и поистине глобального сотрудничества, на которое нацелены РКИК и Парижские соглашения. Потом, будем честны, сокращение выбросов парниковых газов в регионе А не прекратит ливни или засухи в регионе Б в ближайшие 50 или даже 100 лет. Кроме того, в поиске коренных причин терроризма, перефокусировка с проблем нищеты или санкций или ослабления госинститутов на климат – просто-напросто уход от откровенной дискуссии о причинах крайней уязвимости государств, особенно те, которые пострадали от внешнего вмешательства. Разве поможет этим проблемам перемещение данной дискуссии Совет Безопасности? Для нас непосредственная связь терроризма и изменения климата как универсального явления далеко не очевидна. Возможно, наши коллеги за счет подключения Совета Безопасности попросту хотят повысить профиль климатических дебатов. Однако, я думаю, вы согласитесь с тем, что включение или не включение какой-либо проблемы в повестку дня СБ не должно служить мерилом ее важности или неважности. К тематике изменения климата это относится в полной мере. В силу ее специфики она должна рассматриваться при участии всех членов ООН. И от подключения Совбеза с его ограниченным членством и специфическим инструментарием она ничего не выиграет. А вот путаница и дублирование подобных сценарий создаст предостаточно. В целом, полагаем, что потенциал работы над ней в РКИК, в Генеральной Ассамблее и КАСОС, на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, в Комиссии по миростроительству и в других профильных форматах, призванных, согласно принципу разделения труда в ООН, заниматься проблематикой борьбы с изменениями климата и помощи в социальном и экономическом восстановлении и развитии, еще далеко не исчерпан. В частности, развивающиеся страны нуждаются в укреплении собственного потенциала для преодоления актуальных для них препятствий развитию, а также в улучшенном и облегченном доступе к финансированию и участию в мировой торговой системе, к вакцинам от COVID-19, к наилучшим доступным технологиям и системам раннего предупреждения об экстремальных природных явлениях, к гуманитарной помощи, образованию и профориентации молодого поколения. В особенности, женщины. Призываем работать в этом направлении в упомянутых форматах, оставив за СБ ответственность за рассмотрение коренных причин конфликтов и устранения существующих. Благодарю вас.